Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей конференции. Впереди у нас доклады по тематике перспективы линкаболизинговых операций в следующих условиях сжатия зубового рынка. И в продолжение данной дискуссии я хотел бы предоставить слово Кожевнику Александру Николаевичу, генеральный директор линкаболизинга, он расскажет об изменения критер-болистских банков. Как обычно, просьба ложится в 10-12 минут. Добрый день. Спасибо эксперту, что предоставили слово для выступления. На самом деле ситуация интересная, ситуация очень живая сейчас на рынке, и многое будет меняться. В общем-то вопрос, как мы воспользуемся этими изменениями, будет от этого зависеть наша дальнейшая жизнь. Обсуждали вопросы, да, вот Игорь Борисович все хорошо тут поставил вопрос, просто сказал ребром, да, вот чем лизинг и кредит отличаются, почему лизинг лучше и так далее. С моей точки зрения, на самом деле, это с какой стороны посмотреть. Если с стороны заебщика, ничем лизинг не лучше, да, можно там не... И, собственно говоря, именно этот фактор определяет долю, успешность лизинга на рынке и так далее, и так далее. Если посмотрим с другой стороны, со стороны инвестора, там картинка немножко другая, да, но, соответственно, вопрос, кто заказывает музыку. Рынок инвестора, условно говоря, держатель кредитора, держатель денег или все-таки рынок заемщика. В зависимости от этого, рынок склоняется либо в одну, либо в другую сторону. Собственно говоря, можно пройтись по преимуществам бегло. Значит, вопрос ценообразования. Для клиента ценообразование лизинга абсолютно непонятно. В отличие от кредита, ну, точнее, для недостаточно компетентного клиента, а таких большинство в моей практике, ценообразование лизинга непонятно. В отличие от кредита, где есть комиссия, плюс процентная ставка. Все просто и понятно. Дальше вопрос. Издержек по кредиту или лизингу. Лизинги они фиксированы в кредите, он может управлять свободными ресурсами. И за счет снижения срока, выгашения остатка кредита свободными ресурсами, снижать общую нагрузку по долгу. Предмет инвестирования. Владение предметом инвестирования, да, это собственность, что, в общем-то, ментально, да и не только ментально, дает тоже существенные преимущества. Если проходиться дальше, возникают как раз налоговые последствия, о которых мы все время говорим, что они являются преимущественным лизинга. Ну, вот если рассмотреть текущую ситуацию, одно дело, когда мы все начинали в 2000-х годах, формировались как лизинговая отрасль, даже эксперт нас заметил и начал рейтинговать. Тогда, собственно говоря, вопрос амортизации стоял действительно остро, и ускоренная амортизация существенно влияла на привлекательность лизинга, поскольку нормы были еще советские, драконские, амортизировать быстро нельзя. Сейчас картинка по большинству предметов лизинга кардинально поменялась, да и прибыльность на менее растущем рынке не такой важный фактор, оружие его недостаточно для того, чтобы обслуживать действительно ускоренную амортизацию зачастую. Но зато есть один большой негатив, который нивелировать не могут даже те компании, которые решились на достаточно серьезный и дорогой шаг, это возмещение ДСС бюджета, это приводит обычно к дополнительным издержкам, как иногда денежным, иногда административным в виде различных судебных процессов, ну, вплоть до уголовных процессов. Поэтому вопрос, ну, все равно происходит не сразу, а в течение, там, нескольких кварталов. Поэтому данное налоговое преимущество лизинга, оно тоже достаточно, вот, спорно. Не всегда удается им воспользоваться, для разных клиентов по-разному. Доступность, точнее скорость. Скорость кредитного решения, наверное, действительно в кредите, ну, банки дают подольше, и принимают решение подольше. А при условиях, точнее, при оформлении лизинга обычно выдача происходит в банке значительно быстрее. То есть там, где мы сэкономили на принятие решения, это тоже важно, у клиента возникает определенность, но мы сэкономим, но затем оформление договоров о поставке, согласовании, три стороны участвуют в лизинге, это уже само по себе усложняет процесс, удорожает его и затягивает. Три стороны участвуют вместе с поставщиком, соответственно, эти сроки обычно, ну, частично съедаются тем, что происходит дальше. И, собственно говоря, преимущества, которые, там, с точки зрения лизинга, наверное, имеют смысл, да, требуют меньшей степени прозрачности, отчетности, не так важно, стабильность показателей финансов, и сроки финансирования долгосрочные. Данные показатели в спокойное время, когда все хорошо на рынке, ну, наиболее существенно влияют на мелкий и средний бизнес, поэтому, собственно говоря, по нему идет стабильный. И на мелких сделках, когда затраты на квалифицированный финансовый персонал в компаниях-заемщиках не окупается. По большому счету, вот с моей точки зрения, да, вот я для себя из своего опыта выявил те преимущества лизинга, которые, и преимущества кредита, которые влияют на решение заемщика или лизинга-получателя. И понимаю, что перевес далеко не в пользу лизинговой сделки. Вот со стороны инвестора картина примерно равная. По идее, есть преимущества, которые неоспоримы, это надежность и так далее, но есть вещи, которые, собственно говоря, съедают, отчасти съедают эти преимущества. Во-первых, сложность владения. Что имеется в виду под этим? Для этого нужен квалифицированный персонал, нужно обладать определенными компетенциями, которые, в общем-то, очень велики от денег. Вопросы регистрации, вопросы регулирования убыточности при страховых случаях, при регулировании той или иной отрасли. Допустим, регулированная железнодорожная отрасль очень сильно влияет на прибыльности заемщика. И, соответственно, лизинговая компания не может анализировать огромное количество технических аспектов функционирования предмета лизинга. В отличие от банка, которая выдала кредит и, в общем, мониторит финансовые показатели. Собственно говоря, еще один немаловажный аспект, который я крайне упомяну, ну, это речь идет о прозрачности для инвесторов. Под инвесторами я подразумеваю, а человек, который определяет, ну, или группы лиц, религиальный орган, который определяет, собственно говоря, через какой инструмент, имеющийся в распоряжении ресурса, передавать потребителям. Это прозрачность ценообразования в лизинге и в кредите. В кредите она, опять же, легко контролируема. В лизинге очень много факторов влияет на конечный результат. Он очень сложно разобраться, что в конце ждет, да, по итогам всей деятельности. Какой результат будет от лизинга компании. От кредита все проще и понятнее. Вот есть выдача, выдача, да, качество клиента, как и в обоих случаях, в одном и другом случае может вызывать сомнения и вопросы, да, но в кредите, понятно, выдано, проценты получены, доходность такая-то. В лизинге налоговая составляющая может кардинально менять текущую моментальную картину, которую представляет инвестору, в отличие от кредита. Для чего все это показал, рассказал, чтобы понимать, собственно говоря, что как мы конкурируем, на каких полях, да. Самое интересное, что сейчас мне приходится выдерживать больше не внешнюю конкуренцию, а внутреннюю, да, больше работать с, так сказать, с банком, с структурами, управляющими банком, доказывая эффективность лизинга, доказывая его полезность и так далее. И могу поделиться опытом, где мне это проще делать, где сложнее, и в какие времена востребованность лизинга возрастает, в какие. Собственно говоря, 4 года назад НКБ Лизинг была компанией, ориентированной исключительно на розницу и практически не меньше крупнокорпоративных сделок. Так она себя позиционировалась, и, собственно говоря, вся та риторика и компетенции лизинговой компании, которые для этого были необходимы, существовали. Это правильность работы с активом, правильность работы с некрупным лизингополучателем по регулированию убытков, изъятию, продаже и так далее. Но при выходе банкрот, соответственно, нужно было тоже расти, соответственно, появилась потребность выхода в верхний корпоративный сектор. К чему это привело? У нас в фолдинге принята достаточно острая публичная конкуренция за ресурс, за клиента. Она происходит в коллегиальном формате и так далее. Приходится постоянно доказывать, аргументировать свою позицию. Обнаружили, что даже терминология банковской лизинга очень кардинально отличается от большинства лизинговых специалистов. И банковские специалисты говорят на разном языке. Приходилось вырабатывать общую терминологию, избегать путаниц, потому что одни и те же термины могут значить разные вещи. Мы столкнулись еще с рядом элементарных вещей. Простота выдачи кредита, простота власть службы и так далее. Все это играло против нас. Пришлось отсутствие нормальных кредитных моделей по долгосрочному финансированию. Но также играет против лизинговых компаний, которые работают с тем или иным банком, являются дочерней в структуре, обращаются за финансированием и так далее. Собственно говоря, что нам пришлось сделать? И эти годы, они на сегодняшний день, с моей точки зрения, потрачены не зря. А именно, сформироваться мощную аналитическую службу, если, по сути дела, нет ни одного аналитика сейчас в структуре лизинга, который бы не работал в крупном банке. До этого не имел опыта банковской деятельности, активно не обращал, не работал с финансовыми показателями, с достаточностью капитала, с прогнозами развития рынка, заемщика и так далее. Кроме этого, такой момент очень ключевой, на самом деле, и болезненный – это восприятие просроченной задолженности. У нас задержка нескольких платежей, по мелкому клиенту, скорее всего, даже и не фиксируется в большинстве случаев. И это нормальная практика, потому что клиент относится к нам в большей степени, не говоря про крупный корпорат, который следит за своей репутацией, за своим финансовым лицом. Так вот, отношение к просрочке в банке, ну, сами понимаете, заплатил проценты – это уже беда, это, значит, практически высокая вероятность, что клиент сливается и нужно тушить пожар. Соответственно, даже в этом аспекте было очень много разногласий, дебатов и так далее. Но, тем не менее, приходилось делать очень большую работу для формализации процессов работы с проблемами, занимающими дисциплинированием их, объяснением и так далее. Но, в то же время, донесение до холдинга, что это не является проблемой, это всегда на историческом опыте, опять же, показывает, что это всегда решается позитивно и без убытков, а иногда даже с плюсом в виде пеней, да, дополнительных и так далее. Представляете, ну, как результат той работы, которую пришлось в холдинге проделать, мы, наверное, немного упустили те возможности, которые давал бум 11-12-го годов. Но при этом мы на сегодняшний день имеем хорошо сбалансированный портфель, который для нас на сегодняшний день практически не представляет никакие угрозы. Цена, кстати, 12-го года достигли. Тогда я перехожу к итогам. Собственно говоря, на опыте как внутри холдинговой, так и лизинговой работы могу сказать следующее, что, собственно говоря, лизинг интересен в большинстве случаев тогда, когда определяющую роль играет хозяин денег, инвестор. Он определяет правила игры, для него эти преимущества становятся в том числе более значимыми, меньше смотрят на себестоимость выдачи, на сложность, ему важна надежность. Тогда, собственно говоря, у лизинга появляются возможности, которыми, в принципе, грех в текущей ситуации не воспользоваться, то есть если существует сейчас доступ к ликвидности. Кстати, один из последствий нашей работы, в общем-то, то, что мы с теми банками, которые нас кредитуют, а у нас в нескольких сторонах в банках также открыты лимиты, и они нас хорошо понимают, они видят нашу, так сказать, структуру работы, определенную формализацию процессов, определенные закономерности нашей работы. Поэтому лимиты не закрывают, кто-то повышает ставки, кто-то нет. Тем не менее, лимиты открыты и работаем. В том числе есть материнский банк, который тоже активно у нас продолжает кредитовать. В данной ситуации теми компетенциями, которые сейчас возникли, можно воспользоваться именно для дальнейшего продвижения, в том числе и в тех точках роста, которые мы обозначали, которые дискутировали, это оборудование. Там, с моей точки зрения, наша старая привычка полагаться на актив вообще не работает. Нужно исключительно на финансовое состояние заемщика и, по сути дела, его кредитный подход реализовывать. И импортозамещение и так далее. Этот кризис похож, с моей точки зрения, больше все-таки на кризис 98-го года. Высокая девальвация, необходимость импортозамещения, как политическая, так и экономическая. Поэтому я думаю, что вопрос только во времени, когда начнется промышленный рост. Инвестиционный спрос, может быть, не сильный, но инвестиционный спрос появится, вопрос конец 2015-2016 года, это начало 2016 года. Я думаю, что именно так произойдет. Главное, что сохранить управляемую структуру в компании и дальше развивать отношения со своим клиентом. Спасибо за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, можно один вопрос задать, если тебе не нужно, тогда можно потом подойти. Я хотел предоставить слово Диадину Сергеевичу, определяющему директору «Исплан» России. Добрый день. Добрый день. Наверное, после всех тем, которые сегодня обсуждались, то, что я буду рассказывать, будет немножко более отвлекательно. Потому что эта тема бизнес для физических лиц. То, что начало наконец-то прогреляться в России и с законодательством, и с тем, что бизнес-компании все-таки начали это делать. Ну и, собственно, я сделал это в виде размышлений, да, и размышлений, мои рассуждения были больше и связаны с тем, что было в голове, то, что происходит на рынке, и то, что, собственно говоря, было замкнуто организаторами. То есть это и о рынке самом, и о потребителе этого клиента, и о размере, и о потенциале, о том, что с этим делать, и о том, что с этим делать. Ну, естественно, интересно было бы начать, что такое рынок, да. Ну, что рынок? Рынок достаточно большой, потому что всего в России парк, посмотрите, насчитывает более 50 миллионов единиц, да, и из них более 90% это то, что приближить физические лица. Соответственно, понятно, что потенциально это совершенно гигантский кусок того, что еще не возделано, скажем, визинговую клошницу. Если то же самое представить в более структурированном виде, да, получается, два вот таких кирога, где совершенно четко видно, что в легковых автомобилях это еще больше преимущества, в легком коммерче транспорта, здесь нет крузового, там еще больше, конечно, юридится и автобусов. Так, вот, опять-таки, цифры говорят за себя, да. 35 миллионов пассажирских, 3 миллиона коммерческих автомобилей находятся в владении физических лиц. Какой потенциал у всего этого сделать, да? Ну, соответственно, я пытался выяснить и посчитать, какой же объем рынка сегодняшнего, да, сколько же машин находится в лизе физических лиц, и, к сожалению, статистики такой совершенно нет, да, по заявлениям компании, которые это изъявляют, занимаются сейчас, можно вычислить некую цифру, которая ни о чем не говорит совершенно, да, потому что в любом случае это дает долю рынка среди физических лиц совершенно минимально. Да, ну и как по традиции сравнения с Европой, где проникновение продукта более 30%, да, опять-таки, размер мне в числах неизвестен, я его поэтому обозначил неким условным размером X-AC, да, то есть что это невероятно большое, да, и, соответственно, что если мы говорим о потенциале в России, то мы говорим о какой-то невероятной цифре 15 миллионов автомобилей, что выглядит очень интересно и привлекательно с точки зрения размера и потенциала даже в тех условиях, в тех условиях, в тех условиях, где мы находимся сейчас. Кто же, собственно говоря, потребитель всего этого дела? Можно посмотреть на потенциального потребителя с точки зрения демографии, да, мужчины, женщины, семейные, одинокие, вот с этой работой работающие, безработные, индивидуальный предприниматель, владелец бизнеса, наемный сотрудник и так далее. Можно посмотреть с точки зрения, наверное, того, на что сейчас больше фокусируется наш российский рынок, то есть если посмотреть заявления тех компаний, которые сейчас работают на этом рынке, то в основном это сфокусировано вот в этих местах, да. Первое. Я хочу позволить себе тот автомобиль, который не могу, поэтому я обращаюсь к себе в компанию. Я хочу, это совершенно специфический, наверное, российский сегмент. Я хочу автомобиль, но я не хочу показывать и декларировать, что у меня есть, потому что Bentley мне не порожен. Уникальная совершенно же вещь, да, банк отказал от выдачи кредита, а а именно компания мне даст, да, наверное, по тем причинам, что вы же сегодня куда-то говорили. Ну и в конце концов совершенно нормальный сегмент. Я хочу автомобиль, не хочу ничем заморачиваться, не хочу ничем заниматься с его обслуживанием, упаковкой и так далее. Пойти в одно место, все, что я сделал, и так далее. Ну и можно посмотреть с точки зрения, что, собственно, оценит такой потребитель, оценит там совершенно разные вещи. Естественно, стоимость никуда не исчезает. То есть вопрос стоимости всей, скажем, транзакции, она на первом месте. Это, естественно, вторая часть. Это простота и легкость оформления сделки, да, простота совершения вот этих, собственно, компетеней и покупки. Я пришел в одно место, мне все сделали, я уехал на машину. Вещи те, которые, может быть, не так явно выглядят сейчас на применение, они есть. Это совет при выборе. Помогите мне выбрать то, что мне больше всего подход. Помогите мне решить, что мне лучше всего взять. Да, естественно, это и, с другой точки зрения, это и статусность, и разные другие вещи. Да, мои коллеги, я просто опять-таки, в связи с тем, что в России это не особо известно, что не особо известно, посмотрел, что делают коллеги, например, в Великобритании, известная шутка, великобританские ученые доказали, вот это из этой серии. Да, они провели опрос среди 3,5 тысяч примерно пользователей автомобилей лизингов, участников, и выяснили, что для них важно. Я не буду рассказывать про все, потому что это все, в общем, зависит, наверное, от комбинации, от того самого сегментирования. Интересная здесь вещь, что очень важно, все заявили о важности опции выкупа автомобиля в конце. То есть практически 90% потребителей говорят, да, мы хотим этот автомобиль выкупать. Выкупают меньше 5%. Да, то есть важно сама наличие возможности, да, но реализовывать ее никто не стыдится. Опять же потому, что никому не нужна эта старая машина через 2-3-4 года. Ну, собственно говоря, о продуктах, которые существуют в этом сегменте, я посмотрел, ничего нового, наверное, на верхнем уровне нет. Есть все тот же финансовый лизинг, есть финансовый лизинг с остаточной стоимости, чисто оперативный, есть операционный лизинг с набором услуг, есть та самая опция выкупа автомобиля в конце. Ну, и все это можно объединить, да, что, в принципе, каждому сегменту, каждому потребителю нужен свой потреб. И если посмотреть на то, что сейчас предлагается опять-таки на рынке, то все фокусируются на тех самых выгодах, которые они предлагают, и говорят, что да, вы можете позволить этот объект прямо сейчас уже лучше, чем мы можем себе позволить, это будет выгодно, выгодно, удобно, просто, не тракте время, мы позаботимся обо всем, меняйте автомобиль чаще, то есть все вещи, которые, вот, скажем, очевидно, совершенно лежат в душе, на поверхности, в душе потребителя автомобиля. Тем не менее, как все это продать, да, каким образом компании продают сейчас, вот, на другую. Традиционные методы продажи никуда не деваются, ничего нового здесь не изобрели. Единственная разница здесь, наверное, в том, что интернет становится особо важным средством при продаже этого продукта. Да, просто потому, что даже меняется сейчас поведение покупателей. Если раньше статистика говорит о том, что покупатель, прежде чем приобрести автомобиль, приходил в автосалон четыре раза, то сейчас он в среднем приходит 1,2 раза в автосалон привезли автомобиль. Потому что в первую очередь он ищет альтернативы в интернете, какие машины бывают, что подходят, что не подходят, потом собирает информацию полезную о той машине, этой машине, другой машине, третьей машине, и собирает рекомендации информации. Рекомендации собирает из социальных сетей, информацию собирает из публикаций каких-то, из средств массовой информации, из колледжа, журналов, телевидения и так далее, знакомых опрашивает. В конце концов, идет они раз к дилеру, чтобы пощупать этот автомобиль руками, потом определяется в конце концов с выбором модели, в машине, которую будет покупать, и уже потом решает способ финансирования. Финансирование идет опять по тому же циклу. Интернет, знакомые, друзья, соцсети и так далее. Гадали, что лучше и выгоднее сделать, и в конце концов приходят к сделке. Если посмотреть на наш интернет, то мы говорим, что машина здесь, автосалон уже в интернете есть, деньги уже в интернете опубликованы, то есть, пожалуйста, нажимаешь на кнопочку купить, и получаешь готовое решение. Остается только понять, каким образом привлечь покупателя, каким образом сформировать предложение, то, которое подходит именно ему, потому что здесь просто можно потерять, набрать, и решить, каким образом заманить все это дело на свой сайт, каким образом завлечь, каким образом предоставить информацию, каким образом дать все те рекомендации, которые ждет потребитель, каким образом ответить на все его запросы, потребности, соответствовать тому, что именно он ценит и так далее. Ну и здесь, наверное, те самые современные технологии, которые можно, в общем, назвать автоматизацией маркетинга, да, и будут, наверное, единственным правильным решением, то есть переход от стандартных прямых продаж исходящих, да, когда мы можем генерировать 20, 30, 50 контактов в день, да, перейти к модели, когда мы будем генерировать огромное число тысячами и тысячами, десятками и тысячами входящих обращений, которые мы будем обрабатывать. Естественно, когда мы обрабатываем такое количество обращений, единственный способ все это делать, это иметь стандартную систему, иметь четкие стандарты, иметь четкие процедуры, иметь высокий уровень автоматизации, потому что иначе с этим потоком просто не справиться. Опять-таки, мои коллеги из Великобритании обрабатывают в день до 50 тысяч обращений, да, естественно, что точно сделать просто не реально, никакого ресторса не делать. Поэтому за них это делают деньги в веб-приложении, которые замечательным образом могут предоставить информацию, прослать нужному источнику и, на всяком случае, подвести в правильную с точки зрения визитивную компанию веб-борку. Ну и еще одной особенностью является то, что, наверное, в физическом лицам и клиент, и пользователь автомобиля это одно лицо. Соответственно, фокус на условиях не только для клиента, но и для водителя, он, наверное, актуален. После того, как все эти размышления, скажем, каким-то образом сформировались у меня в голове, поступили дополнительные вопросы от НДА, которые я включил в отдельной страничке. Что, в смысле, насколько дисциплинирован этот сегмент с точки зрения платежеспособности, да, сегодня уже говорили о корпоративном рынке, трудно сказать, как он будет себя вести в России, хотя, скорее всего, он будет вести себя примерно точно так же, как ведет потребитель при странах, странно будет звучать, при потребительском клиентовании, да. А сегодня, скажем, уровень задолженности в среднем по России это примерно 17%. То есть достаточно выстроенный. Естественно, что при лизинговой схеме есть некие ожидания от игроков рынка, в зависимости от того, каким образом они это строят, что у них уровень просрочки и задержки платежей будет немножко ниже, в связи с тем, что они владеют автомобилем, что они могут меня что больше контролировать, что второй ключ у них в компании и так далее. Сам по себе метод дисциплинированный или это заслуга компании, да, это зависит, наверное, на которой сегодня это правда звучало, вот, аппетит от риску, насколько компания готова брать на себя дополнительные кредиты или риски или нет. Не знаю, как ответить на вопрос, больше ли просрочка в этом сегменте или нет. Я думаю, что если опять-таки сравнивать с потребительским кредитованием, то ниже, если брать, наверное, с корпоративным рынком, то выше. Ну и пойдут ли туда другие игроки, в любом случае, выше просрочка или ниже, другие игроки туда пойдут. И пойдут они туда именно потому, что размер рынка невероятно большой и из-за того, что он большой и очень диверсифицированный, да, он будет более стабильный. Естественно, будет сильно зависеть от колебаний автомобильного рынка, естественно, будет сильно зависеть от колебаний старого и зналичия ликвидности, но, в теме менее, он будет давать такую стабильную подушку. Ну, и дают ли банки деньги на такие мероприятия. Ну, опять-таки, на сегодняшний день порядка, наверное, десяти компаний, которые уже начали этим заниматься. И есть компании, которые являются частью банков, которые этим занимаются, там, наверное, проще с этим. А есть компании, которые независимо этим занимаются. И раз они нашли возможность это делать, значит, они нашли источник. И я думаю, что здесь банк оценивает именно уже не только конечного клиента, сколько саму компанию, ее системы, ее метод оценки кредитного риска, ее метод работы с задолженностью, таким образом, как все там построено, уже в зависимости от этого решает этим дать сколько и за сколько по такой цене, а этим дать меньше или дороже или наоборот. ну и как мышление о будущем, что, собственно говоря, нас ждет. Естественно, что с точки зрения возможностей я еще раз скажу, что возможность роста здесь практически безгранична. Да, это и эффект низкой базы, и это и усложнение, допустим, в жизни нескольких банков. Естественно, доходность в сегменте частных излишек выше, чем в сегменте корпоративном, во всяком случае, сегодня. Да, и современные технологии и уровень автоматизации будет позволять все это подрабатывать. С точки зрения опасности, которые лично я вижу, да, это может быть повышенный аппетит к риску в основной компании, когда мы будем говорить для того, чтобы расти быстрее, 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 мы будем брать продуктов больше на себя низкой. И кончается это все, мы знаем, чем такой повышенный аппетит к риску. Это и болезни роста, да, то есть, когда рост будет настолько бурным, что побудет компанию саму, она не справится или технологические операционные, или нехватки ликвидности, или что-либо еще. Ну, и самая, наверное, отложенная опасность на сегодняшний день это стать потребительским товаром, да, когда различия между лизингом автомобиля в компании А и компании Б никаких нет, да, единственным показателем будет цена, да, тогда это убьет совершенно мажинальность, да, тогда будем другим, другим. И тут, собственно, все. Здесь нужно смотреть конкретно, если мы говорим о физических лицах, то основной аналоговудитель – это то, что это будет сделать проще. Мне не нужно ходить по разным местам. Я могу прийти в одну резиновую компанию, выбрать автомобиль, я могу сходить в салон, пощупать, как он выглядит. Но перед этим я выберу его уже, у меня будет сокращено число области. Здесь же мне будет организованное финансирование, здесь мне будет организована и покупка этой машины, здесь мне будет организованное страхование. Возможно, какие-то будут дополнительные услуги, то есть я получу то, что я пришел, если есть какой-то начальный из нас, я его заплатил, я поехал сразу же. Увы. Я думаю, что коллеги, которые этим занимаются, поделятся, может быть. Я могу поделиться, если вам интересно. Пожалуйста. Я называю компанию Control Leasing. Может быть, это, наверное, единственная компания, которая развивается, в величайшем, к сожалению, в России. Смысл один. Это же низкая стоимость… Смысл – это продукт один. Это низкая стоимость владения машины. Почему этот продукт придумали назад? Потому что люди понимают, что культура правильного владения машины – это 3-4 года, потом его нужно менять. Если ты это не делаешь, то ты достичаешь вклад в деньги в свою машину, но вкладываешь в то, что необходимо срочно продавать, потому что он теряет цене. Поэтому американцы, собственно, которые придумали продукт, они решили… Они придумали, как жить без своих проблем. Первое – как меньше платить за то, что потом не нужно, и второе – как максимально просто от этого избавиться. Лизинг объединяет все две вещи. Первое – это чисто операционный лизинг. Машина – это лизинг в компании. Вы подавились управлять этой машиной. И платите только фактически из-за износа и из-за маржалины. Вопрос, собственно, оценки и остаточной стоимости машины, которая вычитается из выпускного тела долга в момент заключения договора. То есть машина стоит миллион рублей. Вы определяете, сколько лет вы хотите, но не ездить, и какой пробег вы будете в течение года осуществлять. Хозяй за это компания на старте оценит, что ваша машина, допустим, будет стоить через 2 года 600 тысяч рублей. Она обклада за определенные ограничения. То есть пробег, прохождение ТО, страхование машин и так далее. И вычитает эти 600 тысяч из вашего тела долга. Соответственно, вы платите в платежах только 40 тысяч. В автокредитах платите 100%. А потом вы получите это. Проценты идут на полную стоимость, естественно. Но за счет того, что… В постановленном фронтурге даже это то, как надо увеличить, чем строить машину за счет… Я вот разговаривал с… У меня коллеги увидели в том, что этот продукт не пойдет, потому что на влияние физика будет переплачивать эту сумму НДС. Но он НДС платит, и при автокредитах. Он при автокредитах тоже похож на НДС. Какая разница? НДС процентов будет пересматривать. То есть там, я могу сказать маленькую тайну, начинательство продукта настолько маленькое, что там этот НДС, его вообще не видно. Это утопия, что там какой-то безумный заработок. Ничего подобного. То есть физики считаются твои идеи? Физики, на самом деле. Я в данной ситуации могу сказать, что мы этот продукт сейчас продвигаем, как… Во-первых, это западная модель владения автомобилем. Раз. Заменьшилось. Нет смысла тратить больше своей собственной ликвидности на то, что тебе не нужен поход. И сейчас, я могу сказать… Вспоминать, извините. Лизинская компания – это оптопокупатель. Все есть прекрасно знать, что вы имеете поддержку от производителя. И никогда физик, допустим, не купит BMW 10% скидки. Он может купить, ну там, не знаю, зеленую на красной коже, которая никому не нужна. Но то, что вам нравится, вы не купите такой скидки. А мы глядим в компании, эти скидки передаем клиенту. То есть он получает более дешевую машину, он получает меньше тела дома, кстати, маленькие платежи, и по истечению он от нее избавляется, то есть вот так, в Америке, в принципе, за месяц до окончания договора. Получает новое решение и пересаживается на машину. Единственный новый продукт – это автокредит. Автокредит – это да, это то, что нам приняли в начале 2001 года, но это покупка машинной собственности. Это вот, собственно, менталитет, с которым мы сейчас и боремся. Здесь тоже менталитет, через 34 года, либо он в процессе может иметь более высокий… Я вас уверяю, что мы попросили свою работу, да, мы с марта месяца запустили продукт в Москве, и эволюция определенной наблюдается. Сейчас эта эволюция, она ускоряется, потому что… Сейчас не стоит вопрос о том, сколько ты переплатишь и не переплатишь за продукцию. Либо ты поменял машину, либо ты не поменял. Потому что ставки по кредитам в России, уровень отказов увеличился в банках, это все абсолютно зафиксируют. Стоимость машинки – растет, и она еще будет расти. Поэтому клиент просто что делает? Либо смиряется с тем, что он покупает, не понимая, что будет дальше, ну, и, естественно, надрывает свой личный бюджет. Либо откладывает покупку. Вместо откладывания покупки мы, собственно говоря, и дилером, и в том числе я. И клиенту говорим, не надо вам покупать. Эта модель опробована во всем мире, вам не надо ее покупать. Просто, какая-то вы не понимаете? Не надо ее покупать. Вы просто покольтесь за меньшие деньги. И не экономьте на себе, экономьте на своей машине. Вот такой подход. А с точки зрения сервисов, конечно, там, естественно, упаковываются дополнительные сервисы для водителя, но это дополнительные преимущества. Ключевая вещь – это меньше платеж за автомобиль в месяц. Вот что продается. На самом деле, здесь мы просто переходим до концепции стоимости предметов, которые я хочу использовать, к стоимости владения этих предметов. Естественно, что в случае с стоимостью владения, если мы возьмем только сейчас финансирование и не будем брать никакие другие затраты, она получается существенно длижней, что, собственно, и компенсирует выплаты ингресса. Мне позволено задать два вопроса. Сергей, это исследование рынка или же это Ваша история? Часть – моя история, которую я исследовал, когда готовился, часть – это исследование рынка, но это Виталия. Да, но Вы не применяете свои компании. Нет, это Вашингтон. И второе, Вы, наверное, и многие присутствующие здесь участвовали в том, что с Александром Михайловым нас разнимали на сцене в ходе дискуссии. И мы выявили общий портрет, помните, в сентябре месяце портрет дизайнер-получатель. Это имеет желание ездить на Егоре, но имеет возможность ездить на Лугу. Поэтому и не умеет считать. Это так или нет? Остается так. Я думаю, что если сейчас продолжить, то можно опять перейти к тому, что Вас придется взнимать сенсором. Я вижу здесь. Тем не менее. На самом деле нет. Это опять-таки потребность. Я хочу ездить на машине, которую не могу себе позволить. И мне предоставляется такая возможность. Это потребность опять-таки не всего рынка, а только части рынка. То есть есть часть людей, которые категорически хотят продемонстрировать свой статус. Ездить на том самом деле не бывает. Но считать они умеют или нет? А здесь неважно считать они умеют или нет. На самом деле там расчет простой. То, что сказал коллега из контуризма. Вот у меня есть, но я могу тратить на это 15 тысяч рублей в месяц. Я прихожу в резиновую компанию, мне говорят, вот эти 15 тысяч рублей в месяц, на эти 15 тысячи может позволить себе вот такие машины. Все. Из них я выбираю себе самые лучшие из них. Потому что если я буду покупать, то у меня задача сразу 2,3 миллиона. У них нет. Вы просто подразумеваете этот первоначальный взнос, аванс? У разных компаний по-разному. У нас может быть, может не быть. У нас есть альтернативное понятие залоговых депозитов. Это некая наша страховая история. Это 2-3 платежа, которые мы замораживаем практически до кончания покупок. Это гарантия от того, что клиент не покатается. Но в рамках нашего рекондации покатается, потому машину уронит кювет. То есть, как все, я больше ничего не хочу. Вот, забирайте свою машину и делайте свою компанию. Если у вас приговор идет, как мы говорили, на 3 года, а он будет через 4-5 месяцев, а машинку отстабирать. То он лишается этого блогу депозита. Это, собственно, плата. Это штраф. Это штраф. Вот, да. Ну, собственно говоря, если он долго использовал... Штраф? Как депозит, да. Нет, ну, я часть, часть, часть правила. Если правила, естественно, нет. Мы его видим только, собственно, по факту, но пока нет. Нет, аванс, решение аванса, ровно такая же правила, как обычно. Если он аванс принес... Если договор о нем, то они есть в виде. Нормализм. 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 Нет, а клиент может анонсировать, но это практически часть услуга, которая почти... Да, давайте, наверное, последний вопрос, вот я вижу, подняется рука, и переходим дальше. Даша, давайте, я скажу все-таки у вас с Атона. Мы с вами во всем сошлись ведь тогда. Первое, я хотел бы подчеркнуть, что мы принципиально делаем другой лизинг для физических медиций. Мы хотим делать, и мы намерены делать лизинг именно для физических лиц. Контрол. Мейджер. Пусть делают лизинг для такси, пожалуйста. Мы считаем, что это совершенно другое направление лизинга, и это не лизинг для физических лиц, это лизинг для предпринимательского использования с большими рисками в конце. Мы будем искать физических лиц, нанимая нанятых сотрудников, которые получают зарплату. Это важнейший рисковый профиль другой. И нам очень трудно находить этих клиентов. Я абсолютно с вами согласен, что таких потребителей на российском рынке, их может быть и не так много. И вот эта цифра, которую Сергей показывает, про 30% в Европе, мы тоже ее показываем. Но мы знаем, что в некоторых странах Европы доля физических лиц, именно занятых сотрудников, нанимаемых, покупающих лизинг, небольшая. При том, что сам лизинг большой. То есть это не стопроцентная история, что именно физики, физические лица, нанимаемые сотрудники, делают лизинговый рынок в Европе. Лизинг в Европе, в основном, развиты и благодаря коммерческим использованиям. Это первый важный момент. И поэтому мы даже не хотим, чтобы вот это рассуждение о лизинге для физических лиц было в одном котле. Тот таксист, который сейчас не зарегистрирован, как физическое лицо якобы взял в лизинг, это на самом деле скрытый обычный лизинг с коммерческим использованием. Физики, там конкуренция сложнее. По поводу, кто себе что может позволить, кто не может. Мы просто в силу нашей ментальности всегда думаем про могу себе позволить, это что значит могу купить. Ну типа я миллионер, поэтому я могу купить вот это. Или там ягуар, который вы сказали. Я думаю, что мир меняется, и вот это могу себе позволить сейчас превращается в то, что могу себе позволить оплачивать вот это. Вы же можете себе позволить один раз остановиться в Хилтоне, правильно? Или где-то еще. Поэтому, или пожить там недельку. У кого-то можно пожить там или два месяца, или еще. Поэтому могу себе позволить, это уже понятие будет меняться. Оно не быстро будет меняться, на наш взгляд. Но мы должны нацеленно быть на этих потребителей, и мы видим, что эта волна есть. По поводу ставки. Умеют читать или нет? Я вам сейчас прямо сразу скажу пример, где вы ставку никакой не посчитали, и вас серьезно упухнули. Вот вы купили, допустим, вот этот рутер, знаете, для Wi-Fi дома. Сейчас вам предлагают его купить деньги, либо взять в аренду, там какая-то есть какой-то срок, вы там плачете 50-60 рублей. И для вас, как для пользователей услуг интернет, вот эта опция, когда он дает этот рутер, и вы платите за него 50-60 рублей в месяц, не проблема, согласитесь. Вы даже об этом не думаете, так? Но если вы, как финансист, посчитаете IRAR, вы увидите, что там у вас 200% годовых, на самом деле, в этом рутере. Естественно, пример с рутером, это просто небольшая штука, но я пытаюсь сказать, что аренда вот такая. Она вообще в жизни будет больше и больше появляться, и многие вещи мы будем получать в виде этой аренды. И не каждый раз нужно приводить все к эффективной ставке. И это естественный путь потребления, это не значит, что умного финансиста кто-то обманул. Если ты имеешь деньги на покупку автомобиля, в деньги, пожалуйста, покупай, мы даже за это. Поэтому у нас есть финансовый лизинг. Но тот, кто хочет заглянуть дальше, а что он сделал с этой машиной через 3 года, а он ее продал, оказывается, или через какое-то время поменял, то те люди, которые готовы заглянуть дальше, мы им эту услугу предлагаем. Поэтому, мне кажется, это разговор про то, что переплачивать, вот этот, ну, знаете, хочет на Ягуаре ездить на Логане. На самом деле мы видим, что потребители будут не те, кто сейчас на Логане ездит, а хотят Ягуар. Они уже сейчас ездят, на самом деле, на хороших машинах. Мы просто видим, что они меняют каждые 3-4 года эту машину. И вот этот потребитель, наш потребитель. Есть на то интересный комментарий, я хотела добавить. Спасибо. Я просто можно в поддержку того, что Александр сказал, что, опять-таки, мы говорим просто о каких-то потребителях. Опять-таки, пример Великобритании приведу. В Великобритании более 5,5 миллионов корпоративных автомобилей, которые находятся в лизинге. Из них 2,7 миллиона оформлены на компанию. То есть это классический лизинг-кооперативный компания Компат. 2,8, чуть больше, оформлены на сотрудников. Именно на тех людей, которые имеют стабильную работу, стабильную зарплату и могут позволить себе платить X фунтов стерлингов в месяц. И логика там немножко другая. Там нет уже, естественно, расчета РА. В любом случае, там никто этого не понимает, из потребителей практически, так же, как и у нас. Сравнение ее другое. Машина стоит, давайте перейдем на Россию, 12 тысяч рублей в месяц. Пойти в кино, съесть мороженое, да-да-да, стоит 15 тысяч рублей. На самом деле все. То есть мы сравнивать, не высчитывая какие-то эффективные ставки, а сравнивать со своими ежедневными расходами. Совершенно верно. Если я плачу тысячу рублей за метро, езжу каждый день, покупая проездное, то я могу позволить себе платить чуть больше ездить в машину. Коллеги, можно я таки высказать? Извините за то, что я могу вашу... Нет, я просто хотел поддерживать Александра, на самом деле. Нет, вы сейчас можете поддерживать друг друга бесконечно, но... Все, я... 30 секунд. Я просто хотел сказать, что я абсолютно с ним согласен с точки зрения продукта, и самое важное, что мы предлагаем именно такой продукт, Александр. Мы не говорим... Мы таксистам не даем лучше. То есть мы делаем именно лизинт для наемных людей, для обычных нормальных граждан. И именно этот продукт только так и работает. Потому что коммерческие совершенно другие. Поэтому... Хорошо. Я хотел бы раздать слово Кудамонову. Валерий Курасович. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кудамонов Дмитрий. Я 10 лет занимаюсь аспонсанциацией лизинговых компаний. А так работает? Традиционно на конференции эксперта я рассказывал о том, какие подходы есть к построению информационных систем. Сравнивая эти подходы, мы обсуждаем их преимущества и недостатки. Краткое содержание предыдущих серий. В прошлый раз мы говорили о том, что за несколько лет лизинговая компания вкладывает в информационную систему существенные деньги. И о том, что очень обидно, если эти деньги не превращаются в инвестиции, а списываются как обычные затраты. Мы в прошлый раз обсуждали, почему это происходит. В рамках этого говорили о тех проблемах, которые несет в себе заказная разработка. Говорили о том, как их можно было бы порешать с помощью типового продукта. Говорили о том, что на какое-то время разумным компромиссом стал подход к построению информационной системы на основании типового продукта. Но на горизонте нескольких лет заказная система на базе коробки все равно разрушается. И обсуждали, почему это происходит. Я рассказывал о том, как мы видим решение этой проблемы, как сделать так, чтобы то, что создано с большим трудом и за большие деньги, жило больше, чем несколько лет. И рассказывал о нашем видении. Для этого мы предлагаем технологию промышленного подхода. Кратко напомню, что основная ее суть состоит в том, что в рамках промышленного подхода мы не делаем заказные доработки к коробочному продукту, а новые потребности пользователей мы реализуем непосредственно в типовом решении. Таким образом, мы получаем систему, которая, с одной стороны, подходит к каждой компании и тонко отражает ее индивидуальные особенности процесса. А с другой стороны, продукт остается типовым и имеет все из этого вытекающие преимущества. Во-первых, высокое качество доработок и документацию. Во-вторых, такую систему легко обновлять. В-третьих, эту систему можно поддерживать зафиксированную стоимость. И что самое важное, срок жизни такой системы практически бесконечен и ограничивается только сроком жизни компании-поставщика. Но возникает разумный вопрос, в общем, а зачем в нынешних экономических условиях я вам все это рассказываю. Вообще, насколько в текущих условиях вообще актуально обсуждать какие-то вопросы перехода на промышленные системы. Но если задуматься, то на самом деле вопрос актуален. Хотя потому что переходить куда-то придется. 1С, например, с 2015 года прекратила поддержку текущей версии бухгалтерии. Это значит, что лизинговым компаниям предстоит переход на новую бухгалтерию, а еще поменялся НДС, это значит, что опять придется что-то шаманить в текущей системе. А еще над нами всеми топором висит другая аренда, которая несколько лет грозит прийти и перевернуть с ног на голову весь бухгалтерский учет. И вот в этом году опять был шум на эту тему, и вот есть, есть, и с этим опять нужно что-то делать. Кстати, интерес к этому вопросу подтверждается, ну и самими лизинговыми компаниями. Мы на той неделе проводили семинар, посвященный переходу на новую бухгалтерию. Честно говоря, надеялись хотя бы человек 30 собрать. Пришло 50, была какая-то острейшая дискуссия. Вопроса переходить или не переходить не было вообще. Было только два вопроса. Когда? Как можно сделать это первыми? И сколько это будет стоить? Что лишний раз говорит о том, что компания, в общем, вопросом здорово озабоченная. В свете грядущих изменений законодательства. Ну еще есть чисто рыночные вызовы, которые стоят перед лизинговыми компаниями, про которые сегодня коллеги уже говорили. Это и рост просроченной задолбности, с которой придется чего-то делать, как бы в рамках, так скажем, не меняющегося штата, а может быть где-то и сокращающегося штата. Кроме того, падение продаж, оно, в общем, тоже заставит компании как-то искать какие-то новые ниши, новые источники дохода. Ну, например, не знаю, запускать факторинг, как делают многие коллеги, для того, чтобы компенсировать рост продаж. И вся эта обстановка задает разумный вопрос. А вот ваша информационная система готова эффективно отрабатывать все эти изменения? Потому что, ну, сейчас надворение 2002 год, у всех уже портфель солидные, у всех есть информационные системы, и в чем отработать все это без внесения изменений в информационную систему, ну, кажется, малореально. Так вот, насколько ваша система готова эти изменения отрабатывать? Давайте посмотрим на одном простом примере, как одна небольшая лизинговая компания переходила на новую бухгалтерию. В общем, видно, что это проект события, а если вспомнить самый первый слайд про 6 миллионов, то бюджет того проекта был больше, чем средний годовой бюджет на автоматизацию лизинговой компании стоп-30. И это, кстати говоря, не крайний случай, потому что перевод выполнял партнер фирмы 1С, который рекомендован именно для перевода заказных систем на новую бухгалтерию. Использовались дешевые региональные ресурсы, в общем, все это было дешево. Но как результат, полтора года утрата функционала и огромное отвлечение ключевых специалистов лизинговой компании. В этой связи возникает вопрос, если переход на новую бухгалтерию займет хотя бы год, когда лизинговая компания будет вообще остальные вызовы отрабатывать, которые связаны с изменением рынка. И вот это как раз то место, где промышленный подход, наверное, наиболее ярко демонстрирует свои ключевые преимущества, о которых я говорил в прошлый раз и кратко напоминал в начале своего доклада. Про переход на новую бухгалтерию. Для промышленных клиентов переход на новую бухгалтерию выглядит легко. Просто очень легко. Он, если сравнивать с тем примером, в 6 раз дешевле. Понятно, что это такая средняя температура по больнице. Для какой-то компании это будет дешевле. Для какой-то компании, например, из топ-3, наверное, это будет выглядеть дороже. Но, тем не менее, порядок цифр понятен. И кроме легкого перехода, напомню, что у промышленных клиентов есть еще и дополнительное преимущество. Поддержка за фиксированную стоимость, которая гарантирует им, что изменения законодательства, они вот за фиксированную стоимость будут отработаны и дает, собственно, гарантии спокойствия, что их система к этим изменениям готова, и она не потребует от компании сверхусильных. За прошедшее время количество клиентов, которые, в общем, этот подход понравился, их все больше и больше. Сейчас уже на промышленной системе так или иначе работают больше 20 компаний. Но хочу обратить внимание, что если вот раньше этот список пополнялся, прежде всего, за счет новых компаний, да, или тех, у кого просто система тривиально развалилась, им уже все равно надо было куда-то переходить. То сейчас ценность промышленного подхода, ценность того, что, в общем, инвестиции в информационную систему можно защитить и использовать эту информационную систему достаточно долго, осознали и крупные игроки рынка, и к нам стали обращаться, честно говоря, те, на кого мы даже не рассчитывали. И в этой связи возникает вопрос, а как вот большую систему переводить на это промышленное решение, особенно если эта система, ну, в целом, как бы, приемлемо работает, да, в нее уже вложены большие деньги, но можно переводить по частям, как, например, сделала компания Трансфинем. То есть они начали с того, что перевели на промышленную систему учетную составляющую. Это, по крайней мере, решило проблему с бухгалтерией. Сейчас обсуждается проект перехода, как бы, в основной части системы. Благо, модульная структура решения хумнедвизинг, это, в общем, позволяет. Здесь есть много модулей, которые позволяют автоматизировать все ключевые потребности в автоматизации лизинговой компании. Так вот, как я говорил, то есть как можно в нее перейти? Можно переходить частями, либо променять учетную составляющую, которую, в общем, все равно придется делать в свете перехода на бухгалтерию 3.0, либо можно использовать готовые решения для автоматизации новых процессов, которые так или иначе в компании еще не работают или требуют пересмотра и постановки. Здесь хочу обратить внимание на несколько новых модулей, которые мы делали последний год. Во-первых, это факторинг. В общем, мы этой темой начали заниматься давно, но вот последних полгода просто вот к ней какой-то нереальный интерес. То есть мы, во-первых, собрали все наши наработки, в общем, собрали себя в кучу и подготовились к выпуску отдельного модуля уже в виде промышленного продукта, а не просто в виде экспертизы. Во-вторых, в общем, в теме огромный интерес, и много компаний за ней обращаются. Кажется, что это вот, видимо, лизинговые компании видят в факторинге тот инструмент, с помощью которого они рассчитывают как-то компенсировать продажи, ну и там, стать поближе к билеру, что ли, как-то с ним подружиться. Во-вторых, естественно, это модуль Front Office Online, это WebCRM, основная задача которого – организовать конвейер для розничного автолизинга. И одно из еще его преимуществ – это возможность развернуть систему прямо на рабочем столе дилера, чтобы ваши продажи могли делать не только менеджер-лизинговые компании, но и дилеры, которые непосредственно машины продают. Ну и третий важный модуль, про который мы сегодня полдня уже коллеги говорили, это работа с просроченной задолженностью. Это как раз организация мероприятий по работе с просрочкой, контроль выполнения этих мероприятий, отправка НКСа. И все, то, что я говорю, это все готовое решение. Хочу еще обратить ваше внимание на другой немаловажный факт, что пользователи промышленной системы, вот те 20 компаний, они в части внедрения нового функционала имеют существенное преимущество, как по срокам, так и по стоимости. Поэтому пока мы с вами дискутируем, они уже пользуются результатами. Ну и в завершении своего рассказа хочу привести цитату Татьяны Гончаровой, генерального директора Ширей Лизинг, о том, что промышленная система позволяет директору лизинговой компании довольно спокойно смотреть в будущее и уверенно отрабатывать новые вызовы, которые компании преподносит рынок. Поэтому призываю всех внедрять в промышленные системы, используйте переход на 3.0 как повод, чтобы что-то в вашей системе пересмотреть и поменять как трансфинем, хотя бы учетную часть этой системы. Используйте готовое решение, готовую экспертизу для автоматизации новых процессов, факторинг, фронт-офис онлайн, работа с просроченной задолженностью. Ну и наконец, в общем, заказывайте презентацию, мы приедем, расскажем, как конкретно в вашем случае, как конкретно в вашей компании было бы разумнее этот переход организовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, разумеется. В том, что Дмитрий вложил сам регламент, есть время на 1-2 вопроса. Если нет, мы идем дальше. А если у нас, значит, автоматизация вообще перестала быть интересна лизинговым компаниям? Или я уже так научился, понятно, это рассказывать, что нет никаких больше вопросов в этой части? На самом деле все было очень понятно. Хорошо. Я предоставлю слово кроме руку Валентину Петровичу, директору продвижения бизнеса компании «Балатийский бизнес». Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня не будет презентация, потому что у меня была поставлена задача рассказать о преимуществах кредитования с МСП банки. Что тут презентовать, когда и банк сам здесь, у него презентация есть. Поэтому я скажу несколько слов от себя, от своей компании, о мнении по работе с банком. Но изначально, в ход конференции нынешней, меня подвигло то, что хотелось поделиться с вами впечатлениями, которые я увидел вообще недавно, на прошлой неделе, участвуя в одном мероприятии одного журнала, о том же, кто же нашли клиентов, и те кучи клиентов, которые раскладывались в нынешних условиях, что же они из себя представляют. Буквально несколько слов. Допустим, представители судостроения говорили о том, что денег у нас достаточно. Мы будем строить и строить, но главное вписаться в то, что нам даются правительственные деньги, не брать кредиты, не брать никакие лизинги, ничего не надо, будем строить, все построим. Если нужно оборудование, мы купим любое, на это деньги тоже даются, безо всяких кредитных операций. Выступил один из наших клиентов, очень сильное оборонное предприятие, которое реконструировалось, но не успело. Сейчас ситуация складывается такая, говорилось о том, что мы, как в советское время, через третьи страны завезем это оборудование, нет вопросов. А нет, времена изменились, и германское оборудование оборудуется системой спутникового слежения, и предпринимателям германским запрещено поставлять в Россию на оборонное предприятие оборудование, если будет поставлено, вплоть до уголовной ответственности. Все отслеживается, и здесь проблема достаточно серьезная. Малая энергетика достаточно неплохо себя чувствует, и, допустим, обеспечение коммунальных хозяйств, система малой энергетики дает достаточно серьезные, позитивные результаты. Потому что теплоэнергетический комплекс Петербурга, выступая там, сказал о том, что строительство жилья увеличивается, количество зданных площадей растет, оплата за тепло не увеличивается, потому что дома старых в фонде поменились, входные рамы там заменились, теплопункты, новые дома тоже по новым технологиям. То есть это работает, это применимо, и здесь можно направлять свои усилия на работу с малоэнергетикой. Есть предприятия, которые тащат беды от Советского Союза. Допустим, завод всех кабелей наш говорил о том, что в Советском Союзе при кооперации международной даже завода по производству оборудования для изготовления кабеля в Советском Союзе не было вообще, потому что это было в Чехословаке нескольких заводов, которые поставляли нам это оборудование для этого производства. И сейчас, в общем-то, заменить, перевооружить это предприятие достаточно сложно, хотя потребность огромная. Если в судостроение тоже вернуться, там говорится о том, что наши корабли это перевозчики кабеля. Огромные кабельные прокладки идут в корабле, десятки тысяч километров в крейсерах укладывается кабель. Эта потребность имеется, его нужно делать более современной, не может. Есть вот в таких направлениях, в химических, технологических отраслях, туда можно идти и достаточно неплохо там работать. Все жаловались о том, что нет специалистов. Реально, грамотный станочник, он стоит дороже, чем наш высококвалифицированный менеджер лейтинговой отрасли. Сотни тысяч рублей готовы платить за то, чтобы он выполнял то, что не могут остальные. И технологи, и строители, тоже кадровый голод огромный, и здесь достаточно серьезные трудности. Очень неплохо будет жить, наверное, сельское хозяйство, потому что сельхозпереработчики, да, это достаточно скоротечный процесс, и можно достаточно быстро наладить топ производства, которые сейчас, тех продуктов, которые перестали убить у нас на прилавках. И есть люди с большим задором, которые готовят это дело. Сюда тоже неплохо бы идти. Единственное, что здесь нужна помощь, поддержка государства, потому что закон о торговле крайне негативно влияет на эту деятельность. Сети душат этих производителей. Ну, там говорилось о том, что вот производят капусту, в сетях она продается рубль за килограмм за сольный период. Но не может она стоить рубль, потому что ее вынуждены продавать по такой цене, иначе другую продукцию не возьмут. Вот здесь тоже необходимо как-то регулировать, об этом тоже говорится. Поэтому есть где развернуться, и есть продукты МСП Банка, которые мы начинаем применять. Еще, если обратиться к истории, здесь говорилось о кризисах 98-го года и 2008-го, да, 2009-го. А был еще такой кризис 1995-го года, когда половина банковской системы одномоментно рухнула. И если банки рушатся, это гораздо строжнее, чем изменение курса доллара и те санкции, которые сейчас, может быть, существуют. Потому что реально помнится ситуация, что живая действующая лизинговая компания, нигде невозможно получить денег, никуда не сунутся. Банки вообще перестали работать. И если такое повторится, то это будет гораздо сложнее и хуже. Потому что банки – это действительно наша банка. Ведь те базили, которые меня испугали неоднократно, но, в общем-то, может быть, они работают и в банке держатся. Так что дай Бог им здоровья. Что касается МСП-банка и касательно Балтийского лизина. Мы недавно получили кредитную линию и пытаемся ее внедрить в проект. И в чем трудность? Тоже кадровая трудность. Вы видели о росте Балтийского лизина на падающем рынке. Мы гордимся этим. Но создано это тем, что созданы технологии, розница, простые продукты, массовые. А тут появляется возврат. Хотя мы позиционируемся как универсальная компания. Мы занимаемся крупными технологическими проектами. Но здесь более сложные деньги в получении, более сложная работа с клиентом, пусть даже дешевая. И, в принципе, люди-то уже и не умеют. Мы вот шли и в этом направлении, настроились. А тут нужно развернуться, и здесь какая-то инерция присутствует. Мы занимаемся тем, что перевариваем эту инерцию и даже стимулируем менеджеров для того, чтобы они как-то начали опять возвращаться к более сложным технологиям. Что здесь, кроме сложности, есть в плюсах? Это надежно. Как я сказал, что если мы работаем с надежным банком, то здесь, опять же, достаточно спокойно себя чувствуешь на вибрирующем рынке. Да, есть целевое использование. Есть, опять же, нужно подстраивать клиента под те условия, которые имеются. Это работа. Но, тем не менее, мы можем получить там возможность коррелировать срок действия договора лизинга и срок кредита. Что немаловажно. Очень опасна возможность желания появляться в кризисный период короткими деньгами кредитовать длинный лизинг, надеждая на то, что потом найдешь длинные деньги. А если этого не будет, то были уже истории 2008 года, когда многие компании закрывались из-за того, что именно этим соблазново воспользоваться. Поэтому здесь тоже есть позитив. И, в общем-то, мы надеемся на то, что мы все-таки используем всю ту линию, которую взяли, и перспективы в столь сложный период работы, продолжения развития, вот, наверное, Сергей Расверов, о том, что можно здесь делать, достаточно серьезны и интересны. Поэтому большое спасибо за то, что вы работаете. И призываю не внушаться тем, что нужно, засучив рукава, поработать достаточно сложно в реализации проектов. Но, наверное, это будет позитивно всем для рынка. Вот, в целом, что я хотел сказать. Спасибо. Ну, чтобы не отвлекаться от этой темы, а именно работы с институтом банком, с институтом компанией, я предоставляю слово Сергею Горину, заместитель директора репортамента по работе с организацией инфраструктуры института банка. Ну, и хотел бы задать несколько вопросов. В частности, вы видите ли вы какой-то специнтерес с анализинг компанией к своим продуктам? Какой сейчас, в принципе, лизинг компанией с вами работает? И какого-то вашего прогноза. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить перед столь интересной и разнообразной аудиторией. И нескольку себе тоже достаточно много интересной информации, как специалист, который занимается работой с лизинг компанией. Итак, постараюсь не затекнуть другой процесс. Вкратце я хочу сказать о том, что сейчас происходит в МСП-банке. Традиционно МСП-банк – это структура института развития, который занимается, выполняя достаточно специфическую функцию. Функция эта заключается в поддержке малого и среднего предпринимательства. То есть у нас нет задачи наполнить рынок лизинга или рынок банка с капиталом какой-то ликвидностью, не всти туда некие моменты, которые позволили пережить или наоборот ускорить свой рост. Наша основная задача и тот коэффициент полезного действия, о котором мы отчитываемся, это те показатели, которые характеризуют поддержку малого предпринимательства. В связи с этим мы использовали двухуровневую структуру. Сотрудничаем с уважаемыми партнерами своими. На 70% наши проспекты состоят из банков, процентов 15-20 на лизинговой компании. Еще есть другие источники канала финансирования, это фактуринг, микрофинансирование и фонды прямого кредитования. Мы ценим и любим, уваживаем наших клиентов и рады сотрудничеству со всеми лизинговыми компаниями. Тенденции, которые происходят в последнее время, говорят о том, что мы так же, как и все сообщества банковские, вынуждены задуматься о рисках. Те дефолты и отзывы лицензии, которые мы видели в течение всего года, принесли и нам дополнительные сложности с точки зрения создания резервов. И так как маржинальность нашей деятельности является крайне низкой, ввиду того, что основная цель – это все-таки выполнение специфических функций, а не зарабатывание определенной доли, с определенной маржинальностью доли прибыли. Но, тем не менее, вот эта низкая маржинальность, она не позволит нам формировать резервы в том случае, если мы не будем заботиться о рисках. Как эта забота сейчас осуществляется? Вводится достаточно серьезное новшество. 21 декабря, с вчерашнего дня, все наши продукты, ранее подававшиеся по единой ставке универсальной, для любого клиента, на стандартных условиях, будут теперь ранжированы и будет вводиться премия за риск в зависимости от финансового состояния заемщика. Что это значит? Что продукт по базовой ставке, который сейчас является для лиза двух компаний, 11,70% годовых на срок 5 лет. То есть достаточно привлекательная ставка при очень серьезном и интересном сроке. Эту базовую ставку смогут получить лишь те заемщики, финансовое состояние которого будет, с точки зрения риска, оцениваться как хорошее. В классическом случае, в терминах 254-го положения центрального банка об оценке финансового состояния заемщика и формирование резервов на выдаваемые суды должны быть не ниже хорошего. Это значит, что у компании должны быть сбалансированы коэффициенты ликвидности, сбалансированы активы и пассивы по срочности и по размеру достаточного собственного капитала. У компании должна быть прибыльность и, соответственно, хороший сбалансированный профиль с низкой просточкой. Но это так, в общих словах. Компании, которые будут иметь рейтинг отличный от самого высшего, но, тем не менее, например, со средним финансовым состоянием есть несколько градаций и будет вводиться премия за риск от полупроцентов годовых до 2% годовых для компаний, которые будут, ну, возможность кредитования которых будет рассматриваться с нынешним рейтингом вообще для кредитования в нашем банке. Это такое новшество, которое позволит нам сегментировать заемщиков с точки зрения рисков. Второй момент хотелось бы подчеркнуть, ну, это некая сложность добавляет. Некий оптимистический момент хотел бы упоминать. Это в планах на следующий год при неизменности, ну, по крайней мере, при отсутствии резком ухудшения макроэкономической составляющей у нас стоит поддержать малый бизнес через операции лизинга в размере не меньшем, а даже несколько большим мы планируем с ростом 20% относительно показателей этого года. Это значит о том, что если у вас был какой-то опыт сотрудничества в этом году и финансовое состояние вашей компании позволит вести речь о продолжении сотрудничества, то следующий год, возможно, как минимум не в меньших объемах. То есть такой положительный момент. То есть мы операции лизинга не сокращаем, а наоборот смотрим с оптимизмом, ведя речь о поддержке малых предпринимателей через нашу адресную лизинговую компанию. Мы переориентировали линейку своих продуктов. У нас теперь исключен продукт лизинга прогресс МСП. Это продукт, который предназначался для финансирования проектного, сумма, по которому предполагалось за 150 миллионов рублей. Напомню, по стандартному продукту 60 миллионов рублей на одну сделку по лизингу за счет наших средств. Продукт, который имел достаточно сложную конфигурацию, требовал постоянного мониторинга, соблюдения отчетов с точки зрения выполнения контроля событий, связанных с поставкой и монтажа, достижения определенного показателя проекта. С нашей точки зрения, для малого бизнеса 99,9% всех потребностей в реализации сделок по лизингу является достаточно классический финансовый лизинг, организованный по выкупной схеме, когда лизингополучатель имеет необходимость расширить производство, заменить, реновировать или модернизировать свое производство за счет основных средств, за счет изменения количественного и некачественного состава основных средств. Поэтому мы сделали с удовольствием, что у нас все лизинговые проекты будут относиться к монтажизационной нише и будет такая общая ниша поддержки, это лизинг. Не делая различия на какие-то инновации, модернизации, энергоэффективности, поскольку по сути своей они будут сводиться к примерно к прототипному посуществлению сделок. В связи с этим у нас все-таки осталась возможность финансировать крупные сделки до 150 миллионов рублей. Эта возможность реализована в виде опции по стандартному продукту, но возможно она будет только для компаний, которые имеют наивысший рейтинг, а именно в хороших финансовых состояниях. Наши денежные средства являются достаточно сильно контролируемыми с точки зрения целевого использования. Если почитать наш договор, так то достаточно улезет и слитамы повинанты для лизинговых компаний достаточно сложные и требуются к соблюдению в течение всего срока, то есть в течение пяти лет обычно. С другой стороны, требования к оформлению сделки также носят достаточно серьезный характер. Это связано с формированием досли лизинга получателя, с определенным набором юридических документов и финансовых документов, которые должны быть представлены именно в оригинале. Но в большей степени это еще и сложность для лизинговых компаний, которые работают на розничном рынке, представляет мониторинг сделки, который заключается в том, что в обязательном порядке, как минимум раз в полгода, предмет лизинга должен быть отмониторен и составлен определенный документ о состоянии предмета лизинга и о проведении самих фактов мониторинга. Что для компаний, которые занимаются розницей, которые имеют свои взгляды на ведение бизнеса и на мониторинг предметов лизинга, отличные отношения составляют достаточно серьезные сложности. Этот подход к реализации финансированной лизинга компании возник не на пустом месте, а связан с тем достаточно серьезным таким насловением внешнего нормативного контура, который обязывает нас государственную поддержку осуществлять именно с таким действительно серьезным набором таких отягощающих условий. Поскольку наша деятельность проявляется не только центральным банком, хотя и он тоже достаточно серьезные сложности вносит в нашу такую непростую миссию. Ну и еще ряд институтов, которые нас проверяют и которые формируют внешнюю нормативную среду, обязывают нас проверять именно это целевое использование. То есть все такие вот сложные манипуляции в процессе сотрудничества с нами, они обусловлены в основном тем, что целевое использование должно быть доказуемо в любой момент времени. существует ряд выездных проверок, которые определенные претензии высказывают к ведению сделок по нашим целью и средствам. Многие компании устраняют это в виде достаточно быстрых и легко таких легкоосуществимых действий. Для некоторых, как я уже сказал, для тех, кто ведет такую серьезную, розничную и агрессивную продажу своих продуктов, эти недочеты, они являются трудноустроенными. Поэтому я хочу призвать вас к пониманию достаточно серьезных требований, которые влечет сотрудничество с нами. Но те компании, которые с нами работают не первый год и имеют более 10 уже текущих и 10-х договоров, они, в общем, достаточно хорошо отработали алгоритм работы с нами и неплохо приспособились к осуществлению всех необходимых мероприятий. Но, тем не менее, мы тоже не ставим на месте. Хочется сказать, что у нас в улице электронная система документооборота, у нас специальная программа, которая позволяет ежеквартальные отчеты и достаточно объемные принимать в электронном виде и обрабатывать их и на сервис компании в этом вопросе. А в будущем мы, видимо, сможем принимать и текущие финансовые отчеты, требуемые шифровки в портфелю также в электронном виде. Но я могу достаточно долго описывать, рассказывать те вещи, которые, в общем, достаточно подробно изложены у нас на сайте, но с удовольствием ответить бы на практические вопросы, которые наверняка могли бы возникнуть с точки зрения сотрудничества с специалистами. банк. Вопрос перед меня не ставки не волнует. Поскольку мы не так давно с вами подписались первый раз, соответственно, на какой момент изменяется ставка, на момент выборки, на момент подписания кредитного договора? таких, как какие-то глобальные изменения, вслед за повышательным трендом, возможно, мы будем вынуждены тоже повышать ставки по действующим договорам. Но то, о чем я говорил, она действует только для вновь формированных сделок. То есть при установлении лимита, да? Абсолютно верно. Или при подписании лимита? При принятии решения о кредитной сделке. Кредитной, да. То есть базовая ставка есть 11,7, которая, если будет серьезный повышательный тренд в следующем году, и к этой базовой ставке будет вводиться премия за риск, исходя из данных анализа отчетов компании. Можно вопрос? Да, отчет. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы рефинансированием действующих лимитерных подкров? Нет, это не предусмотрено вообще парадигмой нашей программы. То есть в стратегии предусматривается вопрос стратегии развития до 2020 года рефинансирования ранее выданных банковских кредитов малым бизнесом. И, возможно, эта практика будет распространена на лизинговые операции тоже. Но текущая продуктовая линейка пока не предусматривает такие цели. вы используете. Сергей, все-таки вы ждете роста числа линейки компаний? Последний момент количество обращений к нам достаточно заметно увеличилось. Обращаются как старые клиенты за новыми ресурсами, так и компании, которые ни разу не сотрудничали с нами. Но я бы не сказал, что это носит какой-то лавинообразный характер. Высокие требования, которые мы предъявляем к отчетности компании, к ее репутационным соответственно составляющим, а также к древним портфелю, носят достаточно серьезный такой селективный отбор для того, чтобы стать клиентом. Те, кто с нами хотел стать нашим клиентом за пять лет, они уже стали этим. С другой стороны, а вот 254P это такая достаточно серьезная штука, которая вскрывает вещи, но на первый взгляд может быть не очень тривиальные, но тем не менее значимые с точки зрения формирования резервов. Как я уже сказал, с резервами сейчас сложно, если согласно этому положению потребуется формировать резерв 20-50% в посуде, то скорее всего сделки будут отказаны, поскольку она физически будет сложно осуществима. Но такие компании, как под уважаемый Сергей Иванов, которого я бесконечно люблю и уважаю, есть особенности, согласно которым вот компании должны быть рассмотрены с точки зрения российского бухгалтерского учета. И если у компании безупречно ведущие свои деятельности с низким уровнем просрочки, но есть обязательства в валюте, которые переоцениваются, а активы, которые в виде будущих признаков платежей, условно фиксируются в рублях на момент анализа отчетности, то на бумаге существует риск дефицита отрицательной чистой активы могут оказаться, собственно, капитал резко снизится. Что влияет на премьерность компании, и вот с точки зрения положения 254, тут возникает сложность, особенно при осуществлении проверки центрального банка, чтобы доказать о том, что у компании не следует формировать такой повышенный резерв. Поэтому я бы хотел поддержать ту мысль, которая прозвучала здесь неоднократно о том, что для лизинговых компаний, как целой отрасли, необходима особенности бухгалтерского учета, которые скорее бы рассматривали их бухгалтерский учет более приближен к международному финансовому стандартам отчетности, поскольку вот такие моменты по РСБУ они, конечно, очень сильно задают препятствие для анализа компании. Но так как мы организация, которая публично ведет свои деятельности под отчетом центрального банка, то мы эти нюансы тоже должны учитывать и каким-то образом их не ведем. Спасибо, Сергей. У вас только вопросов я больше не вижу. Я передаю слово Баде Анастасии в продолжение темы. Спасибо субботи и субботами. Здравствуйте. Я представляю компанию эконом-лизинг. Сегодня внимательно слушаю интересные доклады и дискуссия тоже нам очень понравилась. Но, наверное, наша компания немножко по-другому смотрит на эту ситуацию, потому что мы региональная компания саратовская без материнского банка. поэтому нам приходится постоянно в перманентном состоянии мы находимся всегда в поиске интересных источников финансирования, начиная с момента нашего образования в 2006 году и так длится по сей день. Так мы начали работать в 2010 году с МСП. В общем-то получение первого лимита оно было достаточно долгим, интересным, но заняло не так много времени, наверное, полгода и мы справились. Мне кажется, что в целом это нормальная ситуация, потому что с другими банками иногда получается значительно сложнее. получив лимит в 2010 году мы достаточно оперативно его выбрали и в 2013, особенно в 2014 году, когда действительно несколько почувствовали изменения на рынке и поняли те точки роста, о которых сегодня говорили, мы обратились снова в этот банк, так как поняли, что интерес к оборудованию со стороны наших основных партнеров теряется к финансированию оборудования наших основных кредиторов и поэтому здесь мы можем найти поддержку только со стороны МСП Банка. Сейчас мы работаем с 19 кредитными организациями, из которых только трое готовы финансировать на срок больше 36 месяцев и только трое готовы работать с оборудованием, потому что все в основном в текущих условиях действуют однонаправленно и как-то сокращают объем финансирования, то есть объем вложения именно в не самые ликвидные активы. Поэтому финансирование средствами МСП для нас и я думаю сейчас для многих становится практически единственным вариантом длинных, низких по стоимости денег именно на те объекты, которые необходимы, действительно необходимы малому и среднему бизнесу. То есть речь идет о том, чтобы развивать промышленность опять же с помощью этих нового кредита, которому обратился в 2014 году. Мы его получили летом, сейчас уже выбрали большую часть, осталось незначительно, надеемся, что в следующем году мы снова к вам вернемся. Мы смогли профинансировать несколько интересных проектов, в том числе одного пищевика из Пензенской области и в сентябре этого года он участвовал в выставке, получил премии и стал лауреатом продукт года. То есть в принципе это тоже благодаря участию вашего банка, благодаря нашему финансированию очень приятно, что такие проекты есть возможность осуществлять. Вот опыт приблизительно такой. Соответственно какие-то условия есть, которые хотели бы выучить заимонеть этот блок? Что касается условий, наверное, мы когда работаем с банками, так как я говорила, что у нас огромное количество банков, самое важное для нас это критерий доступности и комфорта получения денег нашими клиентами на моменте выдачи, чтобы это было быстро, понятно, прозрачно и удобно. Здесь у МСП момента, вот этот момент проработан у МСП максимально комфортно. Условия обслуживания и получения денег, да, они трудные, нельзя сказать, что это действительно легко и нас не обременяют какими-то дополнительными отчетами, но с точки зрения именно этого фондирования, такой формы фондирования это вполне приемлемо, потому что могу рассказать о наших других партнерах, иногда мы идем к кредитам несколько лет, хотя и постоянно находимся в состоянии анализа нашего, то есть в состоянии анализа банком нашего финансового состояния. Это переходит из одной отчетной даты в другую, которая заканчивается, то есть это достаточно сложный процесс, здесь все отработано намного лучше. А что хотелось бы изменить или попробовать как-то поработать, то это расширение возможностей работы. НСП, как и говорили, строго регламентирует объемы предоставляемых средств, которые увеличиваются только путем предоставления каких-то гарантий, поручительств регионов. У нас с этим мы делали несколько попыток, но объем максимального участия, то есть поручительства Саратовской области всего сейчас 16 миллионов рублей на одного заемщика. То есть помощь, которую он может оказать, она не столь значительна в масштабах конечно той поддержки, которую мы и могли и хотим оказывать в дальнейшем тем же лизингополучателям. Поэтому рассматривался несколько другой формат оказания помощи. Мы заключали в 2012 году соглашение с гарантийным фондом Саратовской области о том, что они будут выдавать гарантии лизинга получателям за нас в объеме где-то 250 миллионов рублей. То есть риск банковский снижается путем того, что внедряется эта гарантия в сам проект. Но гарантия идет не по кредитному договору. Но вот, к сожалению, здесь мы не смогли найти понимание. Может быть, в следующем году или в этом мы снова вернемся к этому вопросу, чтобы как-то использовать эти возможности, которые предоставляет нам, опять же, наш регион и существенно увеличить объем поддержки. То есть, как раз по ответе, да, безусловно, гарантия зарегистрирования получателей перед компанией со стороны фонда, она несколько улучшит наши комфортные ощущения от того, что те проекты, которые были профинансированы за счет наших средств, они будут в максимальной мере обеспечены, собираемся получать, они будут обеспечены. Но ввиду того, что мы не являемся единственными договорами, то существует риск еще и других, скажем так, другие риски, помимо наших сделок, хотя предписывается нашим условиям все расчеты по любым сделкам приобретения лидингового имущества или собираемся проводить через расчетный счет лидинговой компании у нас, но тем не менее мы не можем полностью исключить ситуацию, когда лидинговая компания каким-то иным причинам будет испытывать определенные трудности, не связанные в том числе и с нашими средствами. Поэтому преимущественным отношением является гарантией за лидинговую компанию по обеспечению обязательств перед нами по кредитной линии, но тем не менее поручительство гарантийного фонда за лидинговые получатели, которые будут профинансированы за счет наших средств, в будущем возможно будет принимать свое внимание тоже и каким-то образом может повлиять на расчетный счет. Еще я хотел бы буквально два слова сказать о том, что в будущем году нас ждет достаточно непростая ситуация с точки зрения общей экономики и наш фокус будет смещен в пользу финансирования сделок, которые будут финансированные сделки в моногородах и сложных экономических регионах. В моногородах у нас и сейчас есть такой продукт специальный называется он лидинг региональный рост, где пониженная процентная ставка повышает интерес лидинговых компаний к схеме сделанных, но там, где другие лидинговые компании и вообще банковское сообщество с трудом испытывает какой-то сложности, может поддерживать малый бизнес. Моногорода это такие специфические муниципальные образования, в которых достаточно сложная ситуация бывает возникать, а иногда это бывают и целые регионы. Например, после новойтейной региона Немостоки всем известного мы включили всю территорию Немостока в приоритетные наши регионы для того, чтобы поддержать малый бизнес исходя из компенсации этой процентной ставки, так что она ниже, чем по стандартам продукта. Я думаю, что в следующем году эта тенденция будет тоже продолжена и там, где будут наибольшие сложности, там, видимо, и будет из этого списка формироваться список тех приоритетных ребенок, которым мы будем отдавать предпочтения и стимулировать компанию поддерживать бизнес. Спасибо. Я хотел бы благодарить всех участников этой тенденции и всех участников в дискуссии. Достаточно полотворная была секция. мы немножко, конечно, съехали по времени, но это стоило того. Теперь у нас обед. Не забывайте, если кто-то забыл, сдать пульты, сдать их на регистрации. Пульты для голосования имеют в виду и ответы к тебе. Спасибо. 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 Продолжение следует...